Представитель потерпевшего ресурсовика, адвокат, прокурор и на связи Андрей Волков, депутат КЗС, музыкант и учредитель управляющей компании, присвоивший более 40 миллионов рублей. А прежде он даже выступал экспертом в коммунальной сфере. С рынка предположительно уйдут компании мелкие. Там где вот есть стол, ручка, листочек, так сказать, бухгалтер и директор. Ну, конечно, такие компании нам не нужны и, вероятнее всего, они с рынка уйдут, потому что у них просто иногда не хватает средств для правильного, грамотного, эффективного обслуживания. Сам Волков не был стеснен в средствах. Как выяснило следствие, 4 года он присваивал деньги, которые жильцы перечисляли в счет оплаты услуг ЖКХ. Его вину доказали. В итоге 5 лет колонии общего режима. Но сегодня он надеялся на оправдание. Организация, где я учредитель, принесет значительный ущерб поставщикам. Прошу при внесении приговора оставить меня на свободе. Тогда я смог бы заниматься над тем, чтобы подращать этот ущерб более эффективно. Апелляция такой аргумент не посчитала достаточным и оставила приговор суда первой инстанции без изменений. Приговором мои доверители довольны в части квалификации, что действие Волкова действительно признан виновным в совершении данного преступления. Мы вносили жалобу лишь в части наказания, поскольку мои доверители полагали, что за столь серьезное преступление должно быть более серьезное наказание, чем 5 лет лишения свободы. Кроме того, Волков должен будет вернуть деньги и ресурсопоставляющим компаниям. Они потеряли более 40 миллионов рублей. По судебным меркам заседание апелляции прошло в один миг, чуть более получаса. А вот у подсудимого впереди 5 лет колонии. Если он не соберется, вновь обжаловать приговор. Андрей Дриер, Илья Халяпин. День с толком.